Главного организатора ЭТО ЕЛИ, шестого ингредиента, это Владимир Владимирович Пирожок. Пожалуйста, вам слава. Я в 50-х, да? Я в домашнем, в добром формате, да? Это было специальное свидание. Спасибо огромное за представление. Но скажу прямо, я не главный. Главное, конечно, правительство Москвы. Поклон Житлевич Семеновичу Собянину, нашему МЭЛу. Поклон Гримару, главный это Гримар Пельси, это, конечно, вице-привара Пельси Николаевна Савва, который так много сделал для нашего фестиваля Пельса. И особо благодарность у Мероники Растины. Караула, тоже наш стимул, наш мотиватор. Она нас беспокоит, перевозит. Мы здесь, в Москве, в Бельсе, связаны с очень теплым отношением. В этом мае буквально мы были здесь, с большой делегацией из Москвы, праздновали ваши юбилей, 595 лет в городу Бельс. Это было незабываемое представление. У них парад, парадный, лица улыбчивые. Город просто светился радостью. Я знаю, как Бельцы любят Россию, любят Москву. Спасибо вам за эту любовь. Добро пожаловать в Бельце, добро пожаловать в Молдавию. Бельце, добро пожаловать в Молдавию. Мы просто уверены, что эти дни, кормильцы, останутся незабываемыми яркостью зрения. И разрешите, для того, чтобы эти дни остались в вашей памяти, предоставить вам маленькие субъекты. Большое вам спасибо за организацию фестиваля. Память о городе у нас полностью. Здесь книга обедена. Спасибо большое. Спасибо. 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 Дружба. 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 Спасибо вам большое еще раз. И теперь конференция. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Если позволите, я прилагаю слово Академич Линину. Здейший религиозный. Я не помню. А у нас это, во-первых, я уже не старейший, с приходом в Ользию. Да, да. Я не старейший. Приход я старейший. Во-вторых, значит, что-то он рассказывал, Дом Радмирме, тут написано «Архогенин поэт». Я хочу напомнить вам некоторые мои строчки. Я помню чудное мгновение. Между поднимается медленно в форум. Погиб поэт невольный в чести. И так далее. А что говорить, я думаю, ничего не надо, потому что, если я правильно понимаю, написано, что у нас пресс-конференция, да? Значит, мы отвечаем на ваши вопросы. Я так понимаю, пресс-конференция. Я думаю, и честные планы, да, Архадьев? Логично, логично. Ваши планы. Так, ждем от вас вопросы. Если есть вопросы, мы будем отвечать. Да, да. Более два слова перед вопросами о нашей программе. Итак, сегодня перед конференцией мы открываем листовку плакатов, которые символизируют шедевры «Молдовафильм», в той студии, которая взлетела в 50-е годы, но не без участия России, потому что именно на «Молдовафильм» работали, как именно, Борис Барнетт снял свою Ляну, в которой дебютировался актер Ленин Гайдай. Именно на «Молдовафильм» работали «Светлая память» Вадиму Дебеневу, он ушел до буквально в считанные недели, снявший свою классическую картину «Последний месяц осенью». Михаил Калик, «Человек идет за солнцем». Это великое кино, которое взлетело в 60-е, 70-е годы. Грустно сказать, что сейчас, увы, нет молдавских фильмов. Но я думаю, что тень великих предков склоняет нас к тому, что состоится возрождение наших молдавских братьев, наших мест, молдавских милокопистов. Владимир Владимирович, порадуюсь, что среди нас... Да, тем более, что среди нас Николай Сергеевич Гирбуда, который сегодня нам председает свою картину, кстати. Мы привезли новое кино «Новой России», но из уважения к вашему городу и любит бельчанам мы покажем перспективу картину «Михая Волонтира». Мы все его знаем, увы, только как цыгана, но он прекрасный актер, широкой палитры такой, снявшийся и комедии, нужно приврать мне и блестящая мелодрама «Виноваты ли я?», который в этом веке состоится. Сегодня в 16 часов у нас приглашаем в Патрии. Тут у нас также пройдет вечер памяти «Михая Волонтира». Это будет завтра в 17 часов тоже в Патрии. А сегодня приглашаем всех на открытие нашего свидания с концертом большим, широким в 18 часов. А затем, например, вот такая наша программа. Я думаю, все-таки не надо обращаться или говорить о творческих планах. Я понимаю, что можно говорить много, ведь все-таки давайте вернемся, если бы не было на земле. Скажите, пожалуйста, вот это ощущение работы здесь, на Молдову Флуме, в таком замечательном, музыкальном фильме, насколько было интересно для вас? Нужно сказать, как это надо? Ну, это был 65-й год. Это, значит, был фильм про десантников. Музыкальная такая комедия. Работали мы с вашим замечательным... Он не был народным, а не был новым классиком был в вашем кино, Михаилом Бадикяновым. Помните? Кто-нибудь помнит? Ну, Коля, я не спрашиваю. Миша Бадикянов. Ну, это удивительный человек, невероятной энергии, изобретательности, такой маленький человек, такой чапленный. Вот. Мы с ним сочиняли, значит, сценарии, там он участвовал в режиссуре. Что сказать в празднике? Могу вспомнить забавный эпизод, когда в те времена ведь все утверждали, и даже было сейчас, свобода, блин, свобода. Вот. А тогда все надо было утверждать в армии, армейских фильм, например. И мы пришли, сценарий прислали, по Василию Филипповичу Маргелову. Вам известно эту память? Это создатель наших воздушно-десантных войск, ВДВ, они так и называются, войска для Деваси. Вот. И мы с режиссером Валерием Харченко пришли к нему, значит, туда, на праздническую кабинетку. Сынам молдавского народа, правого, которого я не вижу. Наверное, есть в каждой республике, в каждой стране, есть свои герои. Ну вот, какой вот особой чуткостью, любовью, теплотой, мудростью, Михаил Малайович отличался, пожалуй, и отличается, пожалуй, от всех, с кем мы говорили в своей жизни, или работать на сегодняшних площадках, да и вообще. Как партнер, это удивительно, внимательный, чуткий человек. Есть такое понятие, среди артистов тянуть одеяло на себя, быть акцентным, так сказать. Ну, если ты премьер, то ты уже тогда все вокруг тебя, а ты на всем. У Михаила Малайовича никогда такого не было. Он был необычайно благороден в отношении своих коллег. И обратите внимание, в его тишине, в его паузах, в его такой неяркой, на первый взгляд, задумчивости, какая притягательная мощная сила, от него же не оторвешь глаз. Вот, все это, конечно, говорит о великом таланте и о потрясающем совершенно человеке. Еще раз хочу сказать, что рано не встречался. Спасибо. Уважаемые коллеги, если позволите, я бы хотел предложить, давайте почтим память Михаилу Волонтиру, покойному, минутой молчания. Моя терпливая мать, я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в куще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом. И игривом взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано. Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров. И на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров. Горь ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля. А у низеньких околец звонно чахнут на поля. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткой спас. И гудит за карагодом по лугам веселый пляс. Побегу помятые стежки на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая. Дайте родину мою. Дайте родину мою. Дайте родину мою. За перетесанные дороги Бегут ровними и пустынь. Опять часов они на дороге И поминальные кресты. Опять я теплой грустью голен От истинного ветерка И на звездку колоколем Невольно крестится рука. О, Русь, молитвое поле И синюя падшая в реку Люблю до радости и боли Твою разерную тоску. Холодной скорби не измерить Ты на туманном берегу Но не любить себя, не верить Я научиться не могу И не отдам я эти цепи И не расстанусь долгим сном Пока звенят родные степи Молитва словно ковля О, Русь, молитвое поле И синюя падшая в реку Люблю до радости и боли Твою разерную тоску. О, Русь, молитвое поле И синюя падшая в реку Люблю до радости и боли Твою разерную тоску. О, Русь, молитвое поле Наши веры